Давайте вернемся в сентябрь 2014 года, когда были подписаны первые Минские соглашения. Вспомните ту атмосферу, которая царила в украинском обществе и какое настроение было в головах у руководства Украины. Я знаю, что вы неоднократно обсуждали с Петром Порошенко на тот момент действующим президентом Украины ту ситуацию и необходимость, острую необходимость подписания Минских соглашений. Я хочу напомнить, что есть такое, многократно обсуждается, что Зеленский избирался как президент мира, а в итоге стал президентом войны. Это правда, но первый, кто избирался в условиях конфронтации на Донбассе как президент мира, был как раз, собственно, Петр Порошенко. Он потому и получил победу в первом туре, что расчет огромного количества украинцев был на то, что он как раз, как он обещал, за две недели завершит антитеррористическую операцию. И обеспечит мир. Более того, мои коллеги Виктор Медведчук, Нестор Шуфович и ряд других, там были тогда уже весной посредниками в переговорах. И была достигнута тогда договоренность о прекращении огня, когда Путин встретился с Порошенко в Нормандии в июне. Когда формально Россия, считая Майдан государственным переворотом, могла бы от такой встречи спокойно уклониться и не признавать вообще итоги выборов. Но тем не менее Порошенко был признан президентом Украины. Россия пошла на контакт с ним. И были все шансы, когда на то, я вот все не ошибаюсь, погибших на конец июня 2014 года было 72 человека. 30 июня, как я сейчас помню, Петр Порошенко под влиянием своих некоторых советников, ура патриотов и ряда западных консультантов в одностороннем порядке вышел из мирного процесса. Начались кровопролитные бои за Славянск или Славянск, как говорят жители Донбасса, за Краматорск и так далее. И к сентябрю 2014 года стало ясно, что уже идет полномасштабная большая война. И тогда действительно в значительной степени благодаря роли и Александра Григорьевича Лукашенко и белорусской дипломатии в целом удалось тогда усадить за стол переговоров. И тогда опять же Порошенко позиционировал себя как человек, который все равно настроен на то, что, ребята, да, может быть, я еще там и отвлекся в сторону, но в принципе я за мир. И у него были все шансы этот мирный план тогда реализовать уже сразу. Еще имея, кстати, парламент на тот момент, который состоял в основном из бывших регионалов и коммунистов даже, которые уж точно бы проголосовали за воплощение всего того, что было в Первом Минске.